хочется спать в общем мы уже в самолете самолете который в стамбуле из стамбула мы сейчас отправимся в лондон в лондоне сейчас порядка четырех часов утра в стамбуле уже 7 8 около 8 до получается 83 часа разница и вот мы уже в самолете и здесь наконец-таки у нас будут опять долгожданные экранчики на которых можно смотреть кино играть в игры принесли завтрак сейчас будем есть омлет помидорка и запеканка салатик йогуртик томаты с овчином чаёчек масло и джем и мы приземлились в лондоне в общем реле говорит поснимай аэропорт так что вот немного аэропорта хитроут и примерно 12 часов почти не спали часа 2 наверно в сложности поспали теперь надо как-то набраться сил добраться до отеля забрать багаж пройти таможню и пойти гулять только что прошли таможню забрали багаж сейчас будем идти на выход и отправляться в метро в принципе а по и 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 поели здесь немного в макдональдсе картошки фри конечно сейчас пойдем заселяться в отель дальше будет видно потому что очень устали спать охота просто нереально и везде уже видно вот такие двухэтажные красные автобусы здесь все какое-то такое стильное что просто хочется снимать все подряд просто обычные дома обычные улицы машины фиолетовые просто все какой-то такой общий стиль мель вообще очень прикольно сейчас значит идем в отель но попутные гуляем здесь вроде как до отеля вообще рукой подать должно быть от станции king's cross 600 метров сейчас проверим насколько это реально близко посмотрим что здесь есть картошка кстати макдональдса стоила порядка 100 порядка 120 где-то рублей за большую порцию довольно таки нормально мне кажется цена с учетом того что здесь все должно быть дорого вообще здесь все говорили что все дорого относительно не очень-то дорого примерно может быть как москве может быть чуть-чуть подороже по крайней мере то есть чем мы пока столкнулись примерно на уровне москвы сейчас направляемся просто на прогулку решили прогуляться вечером идем от по вечернему лондон точнее уже по ночному на на небе уже луна светит самолеты летают звезд пока не вижу но может и были ну да кстати есть пара звезд в общем идем по ночному лондону просто здесь какой-то такой невероятный запах ну не настолько он уж невероятный просто какой-то он такой прикольный вот идешь вот он такой вкусный едой какой-то пахнет перемешку с таким вот воздухом весенним здесь сейчас еще погода такая ну плюс 10 где-то и плюс плюс 78 где-то ну такая весна не то что в россии сейчас и просто какая-то такая атмосфера складывается очень приятно прям хочется идти гулять смотреть на все все такое интересное здесь такой райончик что здесь дома двухэтажные трехэтажные уже пару часов гуляем по лондону может часа полтора идем сейчас здесь по улице вдоль темзы здесь начинается такая улочка где просто идут дома расстояние метров наверно 5 друг от друга не больше просто такие уютные местечки мне нравится это место я прям растворяю здесь какая-то такая атмосфера прям уютненькая чуваки на 100 мартинах на дворе у нас 18 февраля наш второй день пребывания в лондоне вчера мы приехали где-то по лондонскому времени в 10 утра пока доехали до нашего отеля пока доехали ну пока дождались заселения заселились в час в общем после дороги очень уставшие были потому что уже были практически 12 часов пути из самары мы вышли в 11 из дома и практически не спали только в аэропортах примерно может быть часа полтора в общей сложности поспали и по приезду были очень уставшие поэтому записывать особо ничего не хотелось решили лечь поспать немного поспали часа 3 в общей сложности и после этого пошли на вечернюю прогулку уже сил немного прибавилось прогулялись нормально где-то 10 километров прошли обошли тауровский мост миллениумский мост какой-то еще мост лондона кажется ну и собственно после этого вернулись в отель купили немного еды ближайших магазинах и вот сегодня уже идем музей естественно знания сейчас поедем в него на метро от станции кингс кросс тот самый вокзал на котором мы вчера были поедем по той же ветке ехать туда примерно даже не знаю сколько что-то проект порядка может быть минут тридцати дальше будет видно здесь есть такой экспонат в этом вокзале как платформа 9 и 3 четверти я просто не знаю как это описать но я совсем такого не ожидал здесь очередь просто я не знаю мне кажется здесь надо час потратить чтобы дождаться фотографии с этой тележкой в сравнению с некоторыми очередями в которых мы уже были она не очень большая заходим и здесь начинается все с того что здесь много скелетов разных животных позади меня жираф середине висит кит здесь голубой кит я прочитал что это был голубой кит а вот здесь начинаются по ходу разные динозавры потому что это ни на что не похоже больше это не похоже что это у меня это не какой-то но и и если лучше Продолжение следует... Если вы никогда не задумывались о том, как выглядит черепаха в разрезе, вот она. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...